приветствую всех на моем канале и сегодня разбирая свой рукодельный уголок я поняла то что у меня совсем совсем нет ни одного видео о процессе моего оленя от фирмы реолис я не знаю как так получилось и почему я совсем про него забыла я его вышиваю примерно 1-2 дня в неделю когда мне есть свободное время от других процессов или такой как отдых он у меня шел когда я вышивала машинку вот и тем не менее несмотря на то что я вам его давно не показывала у меня уже есть что показать у меня есть вышито довольно таки много этого оленя вышивается он очень легко вышивается очень здорово нитки анкор я повторюсь люблю хотя после других не так мне было непривычно опять к ним возвращаться но буквально там после первых там 10 20 крестиков не снова стало легко ими вышивать и так сейчас я вам покажу что у меня есть на данный момент у меня выше то уже примерно половина работы у него уже есть одна нога немножко здесь травки выше то вышивала буквально вот вчера вечером вторая нога начала появляться пузико сейчас вот скорее всего я пойду в сторону пузико и дальше вниз по второй ноге здесь я вышел на мордочке у него уже бэк я не знаю на камере вам видно не видно не знаю с какой стороны вам лучше показать это металлизированная нитка реснички такой серебристый цвет я вам показывала в обзоре набора там была эта ниточка и кстати в обзоре я говорила что там буквально две ниточки этого цвета на самом деле я вам наврала ниточек гораздо больше ниточек 8 или 10 сейчас они у меня далеко находится поэтому я вам не покажу а покажу в конце работы оставшиеся нитки и расскажу сколько у меня ушло на все это ниточек такой олень такие у него реснички на ушки тоже немножко металлика дальше вниз я бэк пока бэк стыч не вышивала я его вышел когда уже появится полностью его грудка потому что бэк будет вплоть до вот этих по моему участков на картинке вот и потом я сразу весь его выше так впечатление по поводу этого набора вышивается еще раз повторю он очень легко такие достаточно большие цветовые пятна несмотря на то что много бленд но по сравнению с тем же вот чеширским котом которого я сейчас вышиваю параллельно с этим оленем здесь блендов конечно намного меньше единственное что все таки я видимо не очень дружу с конвой именно с нанесенным рисунком от фирмы реолис потому что несмотря на то что набор от новослободы у меня шел достаточно легко не с нанесенным рисунком здесь этот нанесенный рисунок он очень-очень плотно именно впечатан в канву и канва от этого стала намного грубее и намного тяжелее на ней вышивать этого оленя я вышиваю на кус напах потому что ну вообще мне это не очень удобно вышивать на кус напах я не знаю по крайней мере на кус напах именно этого размера мне привычнее на пяльцах я привыкла мне удобнее но так как здесь канва с нанесенным рисунком я боюсь то что от постоянного пережимания пяльцами он может вытри вытереться или запачкаться так что тяжело будет отстирать и замусолиться все равно на пяльцах канва немножко так замусоливается от рук вот а так как здесь нанесенный рисунок я переживаю то что будет видно это потом все на канве когда стираю стираю закончен такие вот у меня примерно продвижение с этим оленем я и дальше его буду вышивать один два дня в неделю хотя хотелось бы конечно уже побыстрее закончить на улице скоро весна а у меня еще зимний сюжет я как бы не очень люблю когда так происходит весной уже сейчас хочется каких-то более теплых оттенков но по поводу более теплых оттенков я вам тоже расскажу немножко позже в моих других видео я сейчас вышиваю еще один процесс там много розовых цветов я покажу вам его чуть позже когда он у меня будет готов так как процесс небольшой и снимать несколько видео по нему мне не хочется я снимаю сейчас все в одно видео я смонтирую закончу и покажу вам вот здесь чё еще раз покажу вам поближе это все такой прекрасный белый благородный олень здесь у меня уже ушло подкусно по я немножко перетягивала канву потому что вкусно по такого размера что вот здесь у меня тогда нога бы не влезала если бы не перетянула такой такая дырочка такое отверстие не зашитое это как раз вот следующий цвет который я буду вышивать здесь можете видеть полукрестики которые я не зашила потому что мне ниточка закончилась я на самом деле не боюсь вот так оставлять полукрестики которые я не зашила я их просто не отмечаю на схеме что они зашиты то есть у меня они считаются как не зашитые крестики поэтому я не путаюсь поэтому нелегко их найти всегда и потом зашить немножко металлизированные нити на рогах и и бэкстич на рогах я полностью уже бэкстич выполнила весь который тут должен был быть и вот эти лианы тоже вот здесь немножко зеленого вот эти не знаю что это вообще лианы лианы водоросли чем какие-то растения которые гирлянды гирлянды из растений которые висят на рогах у оленя и на этом наверное в этом видео все я не знаю буду ли я снимать это видео еще о продвижении именно или я сниму уже готовую работу не знаю там будет видно посмотрим по настроению посмотрим как быстро у меня он пойдет а на этом пока прощаюсь с вами увидимся в следующих видео пока пока